Вывести Кабардино-Балкарию в передовики в сфере научных открытий могут молодые ученые, конечно, не без финансовой поддержки. Уже три года вузы республики выдвигают своих молодых ученых на получение российских грантов. Бизнес-инкубатор КБГУ сотрудничает с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, который, собственно, и оказывает финансовую помощь начинающим исследователям. Как работают программы фонда, выясняла Елена Кушкова. На стене таблицы Менделеева в герметичных жестяных ящиках дорогостоящие препараты. Вниз по стеклянной трубке бежит продукт химической реакции. Здесь, в стенах университетской лаборатории, в эти минуты идет тестирование редкой экспериментальной установки, которая позволит синтезировать сложные полиэфиры, к примеру, такие, как полибутилен-терифталат. Это, говоря на языке обывателя, сверхпрочная пластмасса, которую в будущем, возможно, смогут использовать даже в ракетостроении. Наша задача состоит именно в том, чтобы подогнать весь процесс синтезирования таких продуктов под промышленные масштабы. Рустам – один из тех, чей проект в этом году выиграл российский грант на научные исследования. Теперь молодой ученый, может быть уверен, эксперимент продолжится. За год на эти цели он получит почти 400 тысяч рублей. Поддержка исходит от фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, с которым тесно сотрудничает бизнес-энкубатор Кабардино-Балкарского госуниверситета. Первые годы у нас было 5 грантов, второй год у нас 27 грантов. На данный момент мы уже молодым ученым от 18 до 28 лет выдали 40 грантов на научные исследования. Программа поддержки молодых ученых, в рамках которой они и получают средства на реализацию своих инновационных идей, называется «Умник». Ее участники должны за два года завершить теоретическую часть работы и подготовить проект к внедрению в производство. После молодой ученый может попытаться удачу на продолжение исследований в рамках программы «Старт». Здесь суммы грантов уже значительнее, от миллиона до трех. Попасть в очередной этап, правда, только через два года, планирует и молодой детский хирург, аспирант Азамат Чегимбаев. Человек, который занимается наукой, последнее, что его должно интересовать, это материальная сторона вопроса, иначе это уже не человек науки. Никто сразу молодому ученому не дает огромные деньги, какие-то возможности. Сначала должна быть идея, которая должна двигать человека. А идея у Азамата есть и более чем актуальна. Иммунная коррекция для детей с травмой селезенки. В больницы с таким диагнозом ежегодно попадают до 20 малышей, из которых в среднем для двоих травма оборачивается летальным исходом. Таким пациентам, как правило, помогают хирургическим путем. Селезенку удаляют, а значит, ребенок становится так называемым иммунным инвалидом. Если подтвердится эффективность методики Чегимбаева, радикальных мер удастся избежать. С фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере вузы республики работают уже третий год. В апреле программа «Умник» завершается для первопроходцев. Это пять молодых ученых, которые работают в самых разных направлениях. От химии до информационных технологий. Они уже готовы бороться за гранты в миллион. На следующем этапе «Умник» на старте. Елена Кушхова, Моя Тохов, Анатолий Дереко. Вести. Кабардино-Балкария.